Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я буду готовить торт из рыбы. Для приготовления данного блюда мне необходимы следующие продукты. Пол килограмма рыбного филе, у меня это филе лосося, но это совершенно необязательно. Для этого блюда прекрасно подойдет и филе судака, трески, хека или даже минтая. Сладкий перец, 150 г моркови, большой пучок зелени, 25 г желатина, зеленый горошек, 150 г клюквы, 70 г кураги. Курага у меня была достаточно сухая, поэтому я ее замочила. Готовить это блюдо я буду вот в такой форме, это форма для кексов. Форма должна удовлетворять таким условием, то есть в этой форме можно готовить в духовке и потом, чтобы была возможность вытащить из нее готовый торт. Рыба у меня уже нарезана вот такими небольшими кусочками, где-то 2-3 сантиметра толщиной, они довольно короткие. Первое, что я сделаю, я замочу желатин и желатин я замочу в большом количестве воды 400 миллилитров и отставлю его пока и теперь мне нужно все нарезать. С морковью я поступаю следующим образом. Час моркови половину я нарезаю тонкими пластинами, очень тонкими, чтобы мне этими пластинами закрыть дно нашей формы. Вот такого количества будет достаточно. Оставшиеся морковь я потру на терке. Вот так. Теперь тонкой соломкой нарезаю сладкий перец. Вот так. Теперь также тоненько нарежу курагу. Сложу курагу в пиалу, помою клюкулу и смешаю ее с курагой. Зелень я вымыю и обсушу бумажным полотенцем. Милкой ее порежу. У меня здесь только укроп, если у вас есть петрушка, можете добавить петрушку. После того как я все подготовила, я включила духовку, поставила ее разогреваться до 200 градусов и займусь подготовкой формы. Сначала я смажу форму внутри сливочным маслом. Это я делаю для того, чтобы выстелить потом ее бумагой для выпечки и чтобы бумага хорошо к ней пристала. Постарайтесь проявить сноровку и выстелить форму бумагой как можно ровнее. Я считаю, что я неплохо справилась с поставленной задачей. Пожалуй, это было самое сложное в этом рецепте. Теперь я посмотрю, как себя чувствует желатин. Я перелила его в ковш, добавила еще 50 г воды и немного погрею до полного растворения. После того, как желатин растворится, я немного его посолю, чтобы наша заливка не была пресной. Идеально, конечно, если у вас есть рыбный бульон и вы в нем можете растворить желатин. Но у меня его нет, поэтому я думаю, что я обойдусь и так. Желатин растворился, выключаю, добавляю пол чайной ложки соли и перемешиваю. Сначала укладываю на дно морковь. Сверху на морковь насыпаю немного зеленого горошка. У меня будет еще один слой с зеленым горошком. Рассчитывайте так, чтобы вы использовали половину банки на оба слоя и нужно накладывать много. И сверху на горошек я укладываю половину рыбы. Рыбу я солю. Немного перчатываю. Выкладываю сверху половину зелени. А теперь аккуратно подливаю заливку. Дальше укладываю клюкву и курагу. Дальше укладываю клюкву и курагу. Дальше укладываю сладкий перец и оставшуюся зелень. Все время уплотняю. Складываю оставшуюся рыбу. Солю. Немного перчатываю. И опять рассыпаю немного зеленого горошка. И после этого укладываю оставшуюся морковку. У меня остались несколько пластиков. Их я тоже сюда положу. И закрою все тертой морковью. Опять уплотняю. И заливаю оставшимся раствором желатином. Нам нужно, чтобы весь наш торт был покрыт жидкостью. Угадать количество жидкости довольно сложно. Вот я чувствую, что у меня получилось. В этом блюде желатин играет просто скрепляющую роль. И теперь я отправляю наш торт в духовку на 40 минут. Оставлю его до полного остывания и на ночь поставлю в холодильник. И только после этого я буду освобождать его от формы. Торт застыл. Теперь мне нужно достать его из формы. Я обтянула доску пищевой пленкой. Накрою форму и перевернула. Аккуратно сломать бумагу. Посмотрите, какой красивый торт получился. Резать его нужно аккуратно. Желательно вот таким ножом пилкой. Так как здесь присутствует рыба, и вы должны аккуратно разрезать его поперек волокон. Иначе если вы нажмете, он начнет у вас разваливаться рулет и будет некрасиво выглядеть. Если вам понравился мой видео рецепт, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы не уверены, что съедите торт за один раз, не нарезайте его весь. Отрежьте столько, сколько вам нужно, чтобы поставить на стол. Остальную часть заверните в пищевую пленку и просто уберите в холодильник. Вы можете смело держать его в холодильнике.